В этом видео я расскажу, как взаимодействовать в табличках, то есть как общаться между собой, если у вас есть табличка, в которой имеют доступ несколько людей, и чтобы удобно было обсуждать какие-то вопросы, как можно при помощи комментариев наладить хорошую связь. Я сейчас зашел со своего резервного почтового адреса, и тут прямо я создам новую табличку, открывая новое окно, или можно вот так вот «Sheets new» ввести прямо в строку, чтобы создать новую таблицу. Или можно, если я вернусь стандартным образом, можно зайти на Google Диск, то есть если у вас есть Google Почта, то она привязана сразу же к такому меню, где есть все продукты Google, и тут можно где-то найти Google Диск. У меня она вот здесь находится. Либо сразу перейти на Google Диск по ссылке, найдя его в интернете. Вот, и тут создам какую-то папку, создать папку «Тесты». Вот, и также внутри этой папки можно создать новую таблицу. Вот, а первый способ был табличку создать через такое сокращение «Sheets.new». Она дает возможность создать новую таблицу прямо из окна. Но только тогда она, эта табличка, которую мы создали, она перемещается в корневую папку, а не в папку, которую мы хотим. То есть стандартный способ создания таблицы – это вот на Google Диске есть папка, а внутри папки есть таблица. То есть точно так же, как и на компьютере, только в сети. Вот, когда таблица создана, у нее потом появятся вот здесь атрибуты, где она лежит. Пока что таблица не подписана, соответственно, она не сохранена. Ну вот я, например, сохраню табличку, как-то назову ее «Тест1». Вот, и тогда он сохранил табличку, и у нее появились атрибуты, можно добавить в избранное, я этим не пользуюсь. Не знаю, может вам это пригодится. Статус документа, оффлайн или онлайн, тоже этим не пользуюсь. И вот это вот очень удобная штучка, иконка с папкой. Здесь можно увидеть, в какой папке находится данная таблица. Вот она находится в папке «Тест», потому что я ее создал из диска. А эта таблица будет у меня, если я ее сохраню, создана просто на Google Диске без внутренней папки. Итак, вот у нас есть таблица. Допустим, что у меня есть несколько пользователей. Я захочу сейчас добавить сам себя, свою другую почту. Отправляю себе, ну, неважно. Я даже могу общаться сам с собой, то есть со своей же резервной почтой. Как я это делаю? Допустим, есть какие-то цифры, ну, то есть табличка заполнена. И мне нужно на какую-то цифру обратить внимание. Я должен для ТЭЛа создать комментарий. Вставка по-русски будет точно такое же меню, то есть оно будет находиться там же, в тех же местах. То есть, если у вас русская интерфейс, то у вас тут будет вставка комментарий. То есть, выглядеть все будет по иконкам точно так же. Вот, вставка, новый комментарий. И тут я могу что-то написать. Окей. И этот мой комментарий, что в нем интересного, что можно до него еще добавлять какие-то записи. То есть, можно сколько угодно комментариев. И это могу делать не только я, но и другие люди, у кого есть доступ к этой табличке, хотя бы на комментирование. На комментирование. То есть, вот здесь вот справа, можно увидеть, если нажать на эту кнопку, увидеть, с кем расшарена данная таблица. Вот, то есть, кто имеет доступ. И все лица, у которых есть доступ, они могут в эту таблицу зайти и этот комментарий увидеть. Так же удобно, что по ярлыку листа, если мы нажмем, то откроются все комментарии. Давайте я добавлю еще один. Я добавил его быстрой клавишей. Ctrl-Alt-M. Сейчас еще раз покажу. Когда вы вставляете через меню, тут есть подсказка. Ctrl-Alt-M. Это быстрой клавишей. Как создать? Только M на английской клавиатуре. Если я встану на ячейку и нажму Ctrl-Alt-M, эффект будет такой же. Создался новый комментарий. И видно, кто его подписал. То есть, видно, что это я. И, допустим, вот какой-то комментарий я создал. И теперь я перехожу на лист. И когда нажимаю вот сюда на ирвычок с комментариями, то я вижу все комментарии, которые на этом листе. То есть, это удобно. Ну, иногда на экране не видно их сразу, но, по крайней мере, это удобно для нахождения тех комментариев, которые на текущей страничке открыты. Вот, еще все комментарии можно вот здесь увидеть. Здесь история всех комментариев показывается. И здесь с ними также можно разные действия производить. Я этим менюшкой пользуюсь крайне редко. Только если комментариев уже очень реально много в файле и тяжело за ними уследить, тяжело их найти внутри таблицы, то можно вот так вот. И когда я нажимаю по комментарию, то у меня на него переходит экран. Допустим, вот я хочу найти вот этот комментарий. И вот его я конкретно нашел. Комментариям самое интересное, это то, что они позволяют общаться между собой. И если я тут добавлю адрес почты, например, даже свой собственный, тогда этот комментарий вот с таким после знака плюс, или можно еще собака использовать с символом, то же самое. Вот. Он позволяет вот эта вот почта этого человека, ему придет этот комментарий на почту. Вот я добавил. Теперь у меня в обходящих на этой же почте, то есть это я добавил сам себе. То есть я и владелец файла, еще и себя добавил. То есть я таким образом сам себе напоминание сделал. Но если бы это было другое лицо, которое работает с файлом, то это была бы возможность пообщаться, спросить, а что значит эта цифра, почему здесь так посчитано. И это удобно. Тут сейчас обновим почту, чтобы оно быстрее пришло. Пока еще не пришло, пару минут должно, наверное, пройти. Пока сервера гугла это все поймут, обработают и пришлют почту с ответом. Вот. И тогда мы вернемся к этому вопросу. Пока что еще по комментариям можно сделать. Если здесь вот нажать на эти три точки, то можно тут редактировать или удалить данный ответ конкретный. Вот. Например, редактирую и что-то еще добавляю. Нажимаю сохранить. И, заметьте, тут еще и моя почта была. Насколько я помню, если я вот это редактировал в ответ, то и редактированный должен прийти в ответе. То есть оно еще синхронизирует. А здесь есть редактировать, удалить всю ветку комментариев в первом ответе. И еще есть такая полезная штука, как ссылка на комментарий. То есть можно ее вот так скопировать и потом где-нибудь в чате эту ссылку использовать. То есть если человек с другого файла или откуда-нибудь из интернета перейдет по этой ссылке, то когда файл полностью загружается, он перейдет конкретно к тексту комментариев. Сейчас мы это проверим. Вот у меня грузится таблица и подгрузился, собственно, открылся сам комментарий. То есть этот комментарий был не активен второй в данный момент, а открылся именно тот комментарий, на который шла ссылка. Давайте еще раз проверим. Может быть уже появилось письмо с комментарием на почту. Пока не приходит. Возможно, я там неправильно адрес указал. Попробую отредактировать. Вот. Сохраняю. Кстати, когда я нажал собаку, оно заменило автоматически на знак плюс. Видимо, это знак по умолчанию, который нужно ставить перед тем, как, собственно, вводить почту. Можно нескольких получателей. То есть можно плюс одна почта, плюс другая почта и так далее. Тогда все эти получатели получат ответ на письмо. Они потом смогут зайти в файл по ссылке и ответить здесь. Но также они смогут ответить и через сам текст письма. Я хотел показать, как им отвечать через текст письма. Для этого мне нужно подождать, пока у меня это письмо придет. Я пока поставлю видео на паузу. Ждем, пока оно придет. Так, по моим ощущениям, минут пять или шесть прошло и письмо с этим комментарием пришло мне на почту. Вот. Если вы хотите, чтобы вам сразу ответили на ваш комментарий, то можно, опять-таки, повторюсь, воспользоваться этой ссылкой на комментарий и скинуть куда-нибудь в чатик, чтобы сразу начать общаться по комментарию. Или, если вопрос не горит, или если пользователь может проверить почту и посмотреть это письмо, не проигнорировать. Вот он может, вот он увидит. И вот прямо в письме я могу оставить ответ, даже не переходя на файл, в сам файл. То есть, вот тут есть ссылка на файл. Если я ее нажму, то, опять-таки, появится этот комментарий, о котором шла речь. Давайте посмотрим. Да, вот он появился. То есть, так я уже могу понять, откуда комментарий и конкретно разобраться, в чем ситуация, и ответить здесь. Либо, если я уже знаю, в чем ответ, я пишу ОК. ОК, я все знаю. И тут же я отвечаю, нажимаю Ответить. Тут слева будет. Либо я могу тут же решить вопрос. Когда мы решаем вопрос, комментарий исчезает из таблицы. Сейчас проверим это. Вот я нажал Решить вопрос. Все, вопрос решен. И заходим в таблицу, комментарий исчез. Но он на самом деле не исчез полностью. Вот здесь в истории комментариев он есть. И можно... Вот он, решенный вопрос. ОК. Пишется, что Макс Махров решил этот вопрос. И я могу оставить еще один ответ. Нажать Ответить. И тогда комментарий опять вернется в таблицу. Допустим, кто-то решил уже комментарий, он считается решенным. А вы хотите возобновить беседу. Нет, еще есть вопросы. Давай-ка продолжим беседу по этому комментарию. И тогда можно вот здесь найти решенный комментарий и на него ответить. И открыть его снова. Также можно решить вопрос, нажав просто на галочку. Вот, в принципе, по комментариям все. По общению между собой, да, наверное, не лишним будет еще раз повториться, что в табличках каждый лист имеет свою ссылку. Вот тут гид равняется 0. Это один лист. Вот я создал новый лист. Гид равняется. То есть, мало того, что каждый лист имеет свою ссылку, можно еще и по правому клику мыши, выделить какой-то диапазон и получить ссылку на этот диапазон. Вот ссылка была скопирована. И если я эту ссылку кому-то передам, тут будет видно, что добавляется еще в адресную строку and range равняется такой-то. И тогда откроется конкретный диапазон. Это если вы хотите, не создавая комментарий, с кем-то поделиться конкретным диапазоном. Вот этот диапазон, выделенный у человека по этой ссылке. Вот, в принципе, по общению, по связи между сотрудниками одной команды это отличный инструмент. По-моему, для данного видео достаточно. Если что, сообщите, сделаем еще инструкции. Спасибо. Спасибо.